Сайт almasjid.ru совместно с издательским домом Дар-Уль-Фикр представляет аудиоверсию книги «40 хадисов о женщинах». 25-й хадис «Не обижай мужа». От Муаза да будет доволен им Аллах передается, что пророк, алей-иссаляту ассалям, сказал, «Каждый раз, когда жена как-то обижает мужа, то его жена исчисла гури и говорит, «Не обижай его, да погубит тебя Аллах. Поистине, он у тебя гость, и, возможно, весьма скоро он оставит тебя, придя к нам». Передали от Термези и Ибн Маджа. Это другая сторона вопроса касательно того, что надо терпеть недостатки жены. И об этом аспекте не должна забывать мусульманка. Да, мужу желательно терпеть дурной нрав жены. Да, он будет получать награду за свое терпение. Да, он должен искать ей оправдание. Но что будет с женой в этой ситуации? Жену будут проклинать гурии в своих дуа. Автор Тухвату Ахвази говорит, «Гурии – это женщины для обитателей рая, и у них ослепительно черные глаза». Автор толкует слова хадиса «Он у тебя гость» так. «Он как гость у тебя, и ты его на самом деле не заслуживаешь. И мы достойны его, и быстрее бы он оставил тебя и присоединился к нам». О красоте этих гурий передается хадис от Табарани. Отца Ада ибн Амира, я слышал, как посланник Аллаху алейиссаляту вассалям сказал, «Если женщина из обитателей рая почтила бы эту землю своим присутствием, то земля заполнилась бы запахом благовоний, а свет солнца и луны померк бы. Если жена будет знать, что каждый раз, когда она ведет себя со своим мужем неподобающе, за ее спиной красавица говорит, «Быстрее бы твой муж достался бы мне», то, наверное, это повлияло бы на ее поведение, и она подумала бы несколько раз, стоит себя так вести или нет. Но я уже чувствую, как у мужской половины читателей лицо расплывается в довольной улыбке, и они начинают считать, сколько им полагается гурий. «Но кто тебе сказал, что ты попадешь в рай? Разве ты не знаешь, что верующие никогда не чувствуют себя в безопасности в плане своей участи? У тебя есть откровение о том, что ты умрешь с иманом? Разве Абу Бакр да будет доволен им Аллах или Умар да будет доволен им Аллах считали гурий, которые им полагаются? Или, может быть, Али да будет доволен им Аллах этим занимался? Эти хадисы, в которые мы верим, служат устрашением для нас, чтобы мы задумались и начали менять свое поведение. Но это не оружие, которое надо использовать против супруги. И в конце мы приведем два хадиса, которые указывают на гармонию. От Ум Салямы да будет доволен ее Аллах передается. Посланник Аллаха Алияссаляту Ассалям сказал, «Любая женщина, которая умерла и которой был доволен ее муж, войдет в рай», передал Ат-Термези. А также от Абу Гурайры да будет доволен им Аллах передается. «Посланник Аллаха Алияссаляту Ассалям сказал, «Самый совершенный верующий – это тот, чей нрав наиболее совершенен, а самые лучшие из вас – это те, кто лучше всех относится к своим женщинам», передал Ат-Термези. «Пусть каждый из нас будет руководствоваться тем, что от него требует Аллах, даже если другой из супругов не выполняет свои обязанности. Если муж не делает намаз, это ведь не означает, что жена может не носить хиджаб». «Пусть каждый из нас будет руководствоваться тем, чем вы действительно сложнее.